Просто после пандемии будет самый главный дефицит – это денег. Темень и отсутствие вообще жизни. Среды свободные от коронавируса на сегодняшний день в мире нет. Из патриков на сегодняшний день все помчались на даче. Вас там ждет уже с распорастертыми объятиями милиции. Город для жизни ужасный. Весь текущий карантин просто, на мой взгляд, заставит людей взглянуть по-другому из тех жильев и послужит катализатором, который подлогает людей к более качественным жильям. Во-первых, хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина. Доброго времени суток! Это Николай Усков и Форбс Карантин. Всадники апокалипсиса и прочие кликуши предрекают нам опустевшие города и работу на удаленке. Все вернутся к земле и будут сидеть в грядках и зуме. Так ли это? Поговорим сегодня с нашими экспертами на тему деурбанизации пространства жизни после коронавируса. С нами сегодня Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы. Сергей Капков, бывший глава Департамента культуры Москвы, а теперь руководитель Центра аналитики города. Григорий Ревзин, архитектурный критик, быть может лучший в стране. Алексей Тулупов, президент компании Смайнекс. И Александр Шарапов, президент Бекар Ассет Менеджмент. Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы. Сергей, мне прежде всего хотелось бы понять, как корректируется сейчас видение развития Москвы в связи с этой эпидемией. Потому что очевидно, что вот эти человейники, которыми застроено все вокруг, и они строятся и строятся, и эти лифты, которых ждешь по 15 минут, эти тысячи людей, которые живут скучно, что все это не очень вписывается в нынешнюю ситуацию. Вы об этом думаете сейчас? Да, спасибо за вопрос. Ну, смотрите, во-первых, сейчас все руководители у нас настолько погружены в проблему коронавируса, что, честно говоря, некие совещания и никакие темы не обсуждаются практически кроме этой. И вопрос, будет ли что-то меняться в повестке градостроительства или благоустройства, просто пока не поднимается, не обсуждается. Я, со своей стороны, могу просто дать свои размышления некоторые на этот счет, потому что очень часто задают вопросы, мы, как Сергей Александрович заметил регулярно в зумах, в конференциях, и это самый частый вопрос, будут ли всех разъединять, всех ходить поодиночке и вместе не приближаться. Я считаю, что ничего этого не будет, потому что город подразумевает плотное взаимодействие и общение людей, и как раз в те последние годы вся работа и проекты, которые делались, они были нацелены как раз на то, чтобы людей извлекать из домов и помещать их на улицу, и заставлять общаться и взаимодействовать. Я считаю, что она была правильная повестка, и, например, количество занимающих спортом, там, бегающих людей, катающихся на велосипедах, на роликах и все прочее, на велосипедах, ну, выросло заметно. Поэтому я не считаю, что надо впадать вот в эти штампы и клише про человейники и лифты по 15 минут, которые ждут. Я не знаю, кто где ждал по 15 минут лифта, я думаю, это реально поломка, никакие лифты. Это был я несколько раз. Я уверен, что это частные частности, которые надо там регулировать, ремонтировать и прочее, но город, успешный город, это город плотно застроенный, с большим количеством людей, с интенсивно используемыми общественными пространствами и наружными, уличными и внутренними, то есть помещениями, спортивными объектами, культурными объектами. Поэтому я уверен, что никаких корректировок мы делать не должны в этой связи, а наоборот, то, что мы сделали за последнее время, может, помогло нам быть более устойчивыми к этой проблеме. Вам не кажется, что в такой огромной стране довольно странно, что мы так скучно живем? Почему мы не развиваем двухэтажное, одноэтажное строительство? Почему все наши города, я понимаю, вы отвечаете только за Москву, но почему все наши города, они опять-таки с многоэтажными домами? Хотя летишь над Сибирью, темень и отсутствие вообще жизни на тысячи километров. Это простой вопрос, смотрите. Все попытки, ведь города развивались очень по-разному, и разные есть примеры. Есть примеры американских мегаполисов. Не знаю, город Хьюстон, например, один из самых больших по территории городов мира, где как раз концепция одноэтажной строительства полностью реализована. Город для жизни ужасный. И даже сами власти города с этим вынуждены согласиться, потому что там невозможно построить метро. Там невозможно обеспечить всех привычными, доступными сегодня удобствами, плюс-минус спешей доступности. То есть все должны ехать в центр, стоять в гигантских пробках, потому что такой сильно распределенный способ поселения, к сожалению, не подразумевает нормального формата городской жизни, вот как мы привыкли. Потому что популярные городские функции, не знаю, уровня Большого театра или Стадиона Лужники, невозможно диверсифицировать на одноэтажную застройку и сделать их просто много-много раз повторить понемножку. Или метрополитен построить каждому дому тоже нельзя. Или даже проложить простые, там, не знаю, воду, канализацию и прочие вещи стоят неимоверно дороже в формате низкоплотной застройки. Поэтому застройка высокоплотная, в принципе, это нормальная общая практика для успешных городов. Она позволяет городу быть экономически эффективным и людям интенсивнее взаимодействовать. В этом успех вообще городской экономики и вообще городской жизни. То, зачем люди в города идут. Это возможность, не знаю, даже проще найти себе пару для создания семьи. Такие факторы тоже считаются, и это лучше работает в плотной застройке. Уровень социального контроля. То есть безопасности города, где вам не нужен полицейский или забор, или камера, а просто людей достаточно много на улице, чтобы там было безопасно. Вот. Это все дает плотно застроенный город. Просто вопрос, что у нас много городов застроены плотно, при этом безграмотно, с чудовищными советскими нормативами, которые нацелены все непонятно на что, на якобы спасение при пожарах, при объектах нормирования, которые никому не нужны, там площадки для всего на свете, при этом территория вся как будто там после взрыва ядерной бомбы, осколки разбросаны. Ничего не сформировано, ни улиц, ни бульваров, ни скверов. Ну, просто это кошмарно. Но есть много примеров городов плотно застроенных, при этом которые отлично выглядят. Не знаю, город Париж, например, вас устраивает? Там плотность выше московская намного, или город Лондон. Можно я добавлю от Сергея Олеговича, Николай? Вот мы проводим сейчас исследование, вот все 146 районов Москвы. В Москве всего 22% домов выходят на юг и на юго-восток. И сразу видно, как люди наиболее комфортно себя ощущают сейчас на самоизоляции. И по соцопросам, и по их активности в социальных сетях. То есть вот если сравнить, предположим, Измайловский район и Сокольники, прямо в разных Москвы, в Измайлово большая часть домов, ну старая застройка, Сереж, выходит на солнце, прямо по-другому люди реагируют, и не хотят нарушать самоизоляцию. А про плотность, ну вот если говорить про тот же Нью-Йорк, это же никак не влияет. В Нью-Йорке 10,5 тысяч человек на квадратный метр, а в Москве всего 4 900. Это вопрос плотности совместного проживания. Это никак не влияет, что ты живешь в небоскребе или нет в небоскребе. А чем ниже строительство, тем дороже квадратный метр. Я извиняюсь, здесь же надо еще про экономику не забывать. Да, надо добавить, что в Москве, например, у нас в среднем 20 метров на человека обеспеченность, а мы делали очень большую аналитику по районам реновации, собирая там огромный массив данных. И я могу сказать, что там плотность населения начинается с 12 метров на человека. Понятно, что люди, проживая в такой тесноте физически, им кажется, ой, нас же так много, нам так тесно в квартире, а будет еще больше людей. Но эффект-то будет обратный, когда людей расселяют и разбавляют эту плотность до человеческой, хотя бы до тех же 20, а лучше 25 или хотя бы 30, которые нам Минстрой предписывает как целевой показатель. Эффект же совсем другой, люди просто комфортнее чувствуют себя в квартире, поэтому наша концепция больше места в квартире и больше людей при этом на улице, я уверен в ее совершенно правильности. Пока мы живем в парадигме, больше людей в квартирах, меньше людей на улице. Это создает нездоровую, где-то даже криминогенную среду на улице, потому что там просто мало людей и небезопасно, и ненужную, и нездоровую тесноту в квартире. Я сам вырос в пятиэтажке, у нас один человек внизу заболел туберкулезом, и из-за тесноты в пятиэтажке там разорвалась туберкулезом куча народа. А что хорошего? И, Николай, я продолжу. Вот если можно, по всем тоже нашим исследованиям по социологии Фонда общественного мнения, люди, вот как вы называете, в таких человеньках чувствуют себя комфортнее, чем люди в центре города. У них есть двор, территория благоустроена уже по новым стандартам и многое другое. То есть они хотя бы, у них там, вот мы считали, по 370 квадратных метров двора на одного человека, а в центре города там от нуля до 120. Поэтому люди хотя бы могут там гулять, дышать, и нету ощущения тревоги, потому что ты кого-то других людей видишь, но ты можешь с ними не контактировать. Единственное, о чем вы правы, что это лифт людей пугает, и многие пользуются лестницей. А так это, может быть, эстетически вам не нравится дом, но люди там чувствуют себя комфортнее, чем даже в центре, в самой дорогой квартире, где нет двора. Или в районе Ясенева, где тоже нет двора. Ты выходишь и сразу оказываешься фактически на проезжей части. Алексей, а можно вас тоже подключить к разговору? Как вы видите нашу проблематику? Человейники, пригороды, как изменится мир? Как вам кажется? Или может быть, еще какая-то новая третья стратегия? Ну, давайте начнем все-таки с того, что коронавирус, пока, по крайней мере, никто не считает, что это, не знаю, на десятилетия, на столетия, и все живут, может быть, тщетные, конечно, но все-таки надежды, и я тоже в это хочу, по крайней мере, верить, что найдут вакцину, найдут лекарства, еще как-то, как бы, ну, и мы сможем с этим жить без всех этих карантинных ограничений, да. Мы прекрасно понимаем, ну, надеюсь, все, что цикл девелоперский, это, ну, не полгода, не год, там, ну, минимум три года, там, начинают покупки участка разрешительных документов, которые, как Сергей Олегович правильно сказал, сейчас город весь занят коронавирусом, а люди разрешительных документов, в частности, там, и так далее, и для того, чтобы построить, чтобы люди могли переехать туда, ну, это минимум три года, наверное, 5-6 индустриальное строительство, там, может быть, чуть побыстрее, но все же. Вот, соответственно, говорить о том, что коронавирус каким-то резким образом изменит потребительский спрос, а главное, предложение, спрос, понятно, вот сейчас селоманули за город, действительно, как уже было сказано, что-либо более-менее сносное, снять сейчас практически невозможно, да, и купить тоже, так сказать, многие купили, а даже там по своему поселку это вижу. Даже если говорить про какой-то более долгосрочный тренд, что люди раскусят, те, кто снял дачу, ну, во-первых, те, кто даже снял дачу, они уже у кого-то сняли, да, то есть, в принципе, количество-то дач не увеличилось, поэтому, даже если распробуют, ну, вот, давайте посмотрим, сколько мы знаем девелоперов просто по именам, по названиям компаний, которые работают в Москве, и сколько мы знаем девелоперов, которые занимаются дачным строительством. Ну, есть какие-то на слуху, там, безусловно, наверное, одна компания, лично у меня на слуху, но многие на этом деле разорились, очень многие один раз попробовали и больше не хотят и так далее, потому что, опять-таки, как уже было сказано, совершенно другая себестоимость принципиально, именно поэтому появляется плотная застройка, именно, ну, и вообще жить в городе для многих людей комфортно. Опять-таки, я там когда-то давно жил на даче, могу даже по собственному опыту сказать, что когда я стою с собой в Жуковке, то доезжаешь до работы за 50 минут, ничего особо не нарушая, это одна ситуация, но она прошла, закончилась 20 лет назад, да, сейчас ехать надо сильно дольше и, что самое главное, сильно непредсказуемо, поэтому для, ну, скажем так, для тех, кто выбирает город, это не самое лучшее все-таки для постоянной жизни, как мне кажется, так сказать, место, да, как бы есть люди творческих профессий, так далее, то мне надо каждый там день 10 или 9 ездить, в офис, это другое дело, вот, поэтому, что мне кажется, да, на самом-то деле, можно жить и в центре города и иметь, как бы, комфортную среду, в том числе, и иметь домовую территорию и так далее, да, это не большущие поселки, понятное дело, загородные, ну, я говорю, конечно, современные, нехоспособом построенные, которые там по 6 соток людям выдавали, грубо говоря, как я вот вижу, что может измениться спрос, естественно, люди, посидев дома, в своих четырех стенах, они начнут по-другому ценить комфорт квартиры, они поймут, что им не хватает, потому что одно дело, когда приходишь только поспать, это как бы, одна из нас, когда ты заперся, как бы, отказался запертом, на этих четырех стенах, это совершенно другая штука, люди начнут ценить, как бы, ну, действительно, качественное жилье, что-то, извините, я так буду немножко своей колокольной говорить, которое, которое тоже бывает. А что входит, Алексей, в качество, да, вот, с вашей точки зрения, потому что сейчас понятно, что, ну, там растет, например, домашнее насилие, да, люди раньше, например, ну, как бы, они удовлетворились квартирой для того, чтобы переспать, в общем-то, не друг с другом, а вообще переспать, просто провести ночь, да, провести ночь, в том числе, друг с другом, да, сейчас понятно, когда мы так долго сидим, а вдруг понимаем, что мы живем в очень маленьких квартирах, вот как вы полагаете, как это изменится, вот чего мы будем хотеть от жилья дальше? Сергей Анатольевич правильно говорил вещь, что для меня, с точки зрения девелопера, что, конечно, хорошо, чтобы люди хотели большие квартиры, и это понятное дело, да, ну, мы же там можем брать, там, на примере машину, да, условно говоря, Тата-Нана и Роллс-Ройс служат одной и той же целью, и очень похоже, четыре колеса, мотор, там, четыре-пять человек, можно и в ту, другую машину посадить, просто с разным комфортом они доедут, конечно, размер, это одна из частей комфорта, тут уж, да, чего уж там говорить, дальше понятно, что комфортная квартира или качественное жилье отличается уровнем, там, инженерии, там, систем комфорта, как мы у себя, по крайней мере, в Смайликсе это называем, да, то есть, понятно, что, опять-таки, вот тот же самый пример, о котором говорил Сергей Олегович, про заразившуюся туберкулезом в пятиэтажке, это же в том числе, потому что там не было нормальных систем вентиляции, как мы ее понимаем, да, современной, принудительной, с фильтрами и так далее, это, безусловно, не было больших просторных лобби, ну ладно, сейчас мы говорим еще об этом, квартира должна быть нормальная, так сказать, круглосуточная, это очистка воды, должно быть кондиционирование, вентиляция централизованная и так далее, должно быть там, понятное дело, просторная, должна быть качественная планировка, которая тоже может быть только от простора, да, что должна была быть отдельно общественная зона, жилой зона, а жилая зона еще развернена на родительскую и детскую, да, то, что дает некий комфорт. Понятно, что есть квартира, а есть продолжение, есть дом, да, в котором должен быть просторный лоббин, должен быть консьерж-сервис, должны быть всякие прочие услуги, сервисы, чтобы если у тебя перегорела лампочка, ты там не думал, как ее поменять, а просто там делал звонок или в мобильном приложении набирал, как бы у тебя через 15 минут, там, вот, починили, фильтры прочисли, если они засорились и так далее, и так далее, да. там, лобби-бары и так далее, то, что люди начнут ценить сейчас, хотя, опять-таки, ну, скажем так, искушенные люди их ценили всегда. И что для меня, опять-таки, важно, вот, как бы, может быть, что сейчас, да, это те самые общественные пространства, уже даже и в доме, и, скажем так, на территории, да. Не знаю, в самых дешевых американских домах всегда есть джим, есть зоны барбекю, ну, там, с климатом получше бывает, так сказать, открытый бассейн, да. Вот, как бы, те вещи, которые, так сказать, ну, по крайней мере, мы делаем, да, и которые мы видим, как бы, востребованы. А вы прогнозируете, что это будет запросом, да, потому что там не только американские дома, да, там, я, например, в Бангкоке снимал часто квартиру, где в каком-то обычном доме, там, смешные деньги она стоила, и бассейн в доме всегда был, да, то есть это какая-то норма вообще, ну, в Бангкок там тепло, конечно. Фитнес-залы, бассейны, общественная гостиная, которая тоже становится востребована, особенно вот сейчас, то есть, отвечая на вопрос, для меня коронавирус, это не какая-то революционная штука, да, то есть есть эволюция, она есть во всем, не знаю, машины там за 50, за 100 лет изменились, квартиры изменились, радикально, да не радикально, на самом-то деле, то есть постепенно, как бы, увеличивается их комфорт и так далее, и так далее, экономичность и все прочее. То же самое и в нашем случае. Люди начинают ценить то, и вообще это, ну, как бы, то есть что-то есть, так называемые, там, восхищающие характеристики, которые в какой-то момент приходят в обязательные. Раньше людей восхищало, если в машине есть кондиционер, сейчас это никого не восхищает, это обязательная характеристика, ну, для 90, наверное, процентов сегодняшних автомобилей, и так далее, и так далее. То же самое и в жилье на самом-то деле. Есть еще такая важная вещь, как придомовая территория, которую тоже должно хотеться выйти, которая должна быть комфортной, в которой должна быть детская зона, опять-таки, если в зависимости от размера дома, конечно, как бы, чем меньше дом, тем меньше возможности разграничить, допустим, для возрастов разных детей, для детей разных возрастов дать разные площадки, да, для спорта, для взрослых. Вот, как бы, то, что я вижу, что является настоящим качеством, хорошим жильем. Еще, конечно же, классно, если это, как бы, дом в каком-то таком хорошем месте, которое-то можно дополнить, потому что инфраструктура дома, в моем понимании, должна дополнять инфраструктуру города, как бы, и, не знаю, если дом стоит на краю парка, может быть, не надо делать там у себя какую-то там большую территорию, свой двор, парк. Хотя это тоже хорошо, потому что, как бы, есть нечто общественное, есть, как бы, свое, свое всегда милее. Поэтому коронавирус и вся эта, как бы, весь текущий карантин просто, на мой взгляд, заставит людей взглянуть по-другому на свое жилье и послужит катализатором, который подтолкнет людей к более качественному жилью. Главное, чтобы деньги были. Вот, об этом я как раз хотел сказать. То есть, мы же, безусловно, ну, вот называемый off-price, да, когда люди отталкиваются от цены, он останется всегда. То есть, как бы, Тата-нано хорошая машина, если ты не можешь себе позволить другую. То есть, это, ну, вот, человекники, не человекники, от этого никуда не уйти, потому что, безусловно, люди будут, в том числе, выбирать рублем. Если есть деньги, ну, ты можешь себе позволить качественно. Но это не только к жилью относится, к чему угодно относится, не знаю, к чаю, я не знаю, к вину, по которому говорили со мной, чаю, и так далее. Окей, спасибо. Сергей Александрович, ваш комментарий. Да. А мой комментарий какой? Что Алексей совершенно все правильно говорит, ну, просто после пандемии будет самый главный дефицит – это денег. Ни на какую квартиру с лобби, со спортзалом у людей денег не будет. Сейчас разморозят деньги под типа дешевую ипотеку до 8 миллионов рублей. Как раз все эти человейники прекрасно распродадутся, и рынок дальше пойдет за спросом. Все-таки девелопмент – это прямой рынок. Никаких хороших квартир не будет. Максимум, что мы можем получить через три года – это квартиры с балконами. Будет требование просто у людей вот балкон выйти подышать, если будут останутся страхи пандемии. И, конечно, так как москвичи – люди требовательные и постоянно что-то требуют от мэрии, люди будут требовать придворовое благоустроенное пространство. Потому что именно сейчас максимальный досуг у 5-6 миллионов людей – это посмотреть в окно на свой двор. И также мы видим из исследований, что полно требований. А вот неплохо бы, чтобы у меня был такой двор. Двор перестал быть сквозной территорией от дома на работу. Единственное, чем сейчас люди в городской среде пользуются – это территории вокруг дома, перед дворовой и дворами. К сожалению, я не питаю оптимизмом, потому что девелопмент – это чисто связано с экономикой. Григорий, давайте вы выскажите вашу точку зрения. Что лучше? Ну, я, во-первых, хотел совершенно поддержать Сергея Кузнецова. То есть его такой был очень страстный спич про город. И это прекрасно, что это очень осознанно, очень понятно и надо действовать. Другая часть заключается в том, что… Ну, смотрите, значит, сейчас по… Это такая вот модель, которая, ну, стоялась в последние годы, там, ну, скажем, последние 10 лет. И она, в общем, принята во всем мире и, ну, по крайней мере, в развитых странах она именно такова. Сейчас у нас приблизительно, ну, так сказать, если по миру говорить, ну, вот Александр Аузан считает, что у нас 2 миллиарда человек сидят на самоизоляции по всему миру уже 30 дней. И они страстно думают о какой-то альтернативе. Вот им сегодняшняя жизнь, вот когда они самоизолированы вот так вот в квартирах, да, ну, им она просто ни в копки ворота. И они очень хотят чего-то другого. Теперь, конечно, это альтернатива ситуации, которая у нас конкретно сейчас, а именно, когда у нас город выключен, да, то есть мы не можем пойти ни там в кафе, ни в ресторан, ни в магазин, ни на улицу. Вот все то, что нам дает город, это просто выключили. Остались только, так сказать, наши жизненные пространства. В этом случае понятно, что жизненное пространство в, так сказать, своем домике и даже с бассейном куда приятнее, чем в квартире без бассейна. Просто потому что города-то нету, значит, тогда мы сравниваем только эти реалии. Но, конечно, когда мы, так сказать, мысленно его обратно включим, то, ну, обратно все конкурентные преимущества города немедленно включатся. Тем не менее, значит, ну, по разным данным сейчас из Москвы выехало приблизительно 5 миллионов человек. Из них, предположим, 3 миллиона – это те, которые, ну, собственно, вот поехали по месту жительства, поскольку работы в Москве нету и делать нечего. А вот порядка двух уехало на дачу. Из них примерно половина – это те, которые дачи сняли. Вот сейчас, если вы пытаетесь снять дачу в Подмосковье, как бы там плохо ни было, то это довольно сложный процесс. То есть, ну, просто сдано все, чего там никогда не сдавалось. В этом смысле мы сейчас имеем приблизительно миллион человек, которые тестируют загородный подмосковный образ жизни. Ну, последний раз у нас такой массовый спрос на загородную недвижимость – это, в общем, конец 90-х, начало 2000-х. Это тогда все считали, что надо из Москвы выезжать, вот надо жить за городом. Ну, так сказать, кто-то вот из квартиры на Патриках в Жуковку, кто-то под Чехов. Ну, неважно, важно, что у нас какая-то вот другая пошла схема. И с тех пор, ну, массового спроса нет. Значит, поэтому, в принципе, можно подумать, за 20 лет у нас образ загородного поселка как-то поменялся. Ну, вот это то, что Сергей сказал – школ нету, больниц нету, поликлиник нету. Ну, подождите, если у нас вообще-то интересует… Ну, главное, конечно, дорог нет. Да, вот это самое главное, да, то есть, собственно, исследования Михаила Яковлевича Блинкина по возможности вот этого вот рассредоточенного города, они ясно показывают, что нигде у нас его не получается. Еще приблизительно нам надо построить пять раз больше дорог, чтобы мы приходили к какой-то вот этой вот модели субурбии, которая есть в Америке и в Европе. Но, тем не менее, некий интерес к этому, очевидно, есть, но он вот рыночный, да, то есть, ну, люди действительно тестируют и, наверное, будут покупать. Сергей Олегович, вы как раз хотели к реновации перейти, да, на самом деле очень многих москвичей беспокоит реновация с той точки зрения, что сносится, предположим, пятиэтажка, в которой, там, я не знаю, несколько сотен человек живет, и строится девятиэтажка, в лучшем случае, да, в которой будет жить, там, я не знаю, тысяча человек. Соответственно, усложняется вся, так сказать, инфраструктура района, да, разрастает нагрузка на детские сады, школы, дороги, магазины и так далее. И город упрекают в том, что происходит уплотнение, но районы не развиваются, да, то есть, в них не создается каких-то новых инфраструктурных объектов. Это так? Да, реновация, уже Сергей Саныч сказал, на мой взгляд, этот проект вообще весь направленный на борьбу с коронавирусом, на мой взгляд. То есть, если представить, что коронавирус нас бы накрыл, когда проект был бы реализован, ну, может быть, нас накроет другой коронавирус, мы убедимся в этом, там, через 15 лет примерно, то, опять же, я уверен, что все бы воспринималось намного проще и легче, и то, что закладывает реновация, то есть, иерархия пространств, то есть, когда у нас есть от общего к частному движения, не сразу из квартиры ты попал на огромную магистраль, а у тебя есть и нормальное общественное помещение какое-то на первом этаже, у тебя есть свой двор, у тебя есть череда уличных пространств, небольших общественных пространств рядом с домом, прежде чем ты попадешь, не знаю, на площади есть станция метрополитена и уедешь из района. Вот, это все в реновации заложено, и первые этажи, и действительно более комфортное, намного более комфортное жилье, чем в этих пятиэтажках пресловутых. Значит, что касается критики, ну, про этажность я уже порассказывал, да, и про связь с нормативами, действительно, про этажность мы много слушаем, хотя тут тоже медаль о двух сторонах, потому что, например, компании, кто работает с правительством Москвы по реализации вот той части, которая, когда люди, ну, либо докупают недвижимость, либо то, что пойдет на продажу, либо когда у них есть выбор, пока все однозначно говорят, что все хотят более высокие этажи. То есть, когда надо попротестовать, все говорят, что это плохо, когда реально люди голосуют рублем или конкретным вот выбором между А и Б, выбирают высокий этаж. В большинстве случаев. То есть, тут такая история, она двоякая. Дальше, значит, что касается, ну, других опасений, там, плотности населения, все, понимаете, вещи, тут надо о чем помнить? Это все вещи, на самом деле, сложно считаемые. Даже могу сказать точно, вот я сам, наверное, ну, больше меня мало кто знает, не буду скромничать про реновацию, потому что я там, через мои руки прошли все планировки, и огромное количество массив данных и цифр, в том числе плотность населения, причем вот, в общем, по Москве и конкретно по районам. И, понимаете, вот эти опасения, и я наслушался уже выше крыши, там нас все время же приглашают в Мосгордуму, в Государственную Думу отчитываться, и там задают вопросы, как же так, а вот будет перенаселение, будем там, не знаю, как в Китае или еще где-то. Понимаете, я вот сегодня говорил про обеспеченность жильем на человека метрами квадратными, да? У нас сегодня, еще раз повторюсь, есть средний прирост населения Москвы, который держится на одинаковом процентаже, примерно, там, не знаю, 1%, наверное, в год, естественным образом, Москва прирастает много-много лет, начиная там, ну, практически с середины 20 века, да? И это сегодня означает, там, 100 тысяч примерно в среднем человека, вот, на, в год, плюс-минус, да? Сейчас не помню точных цифр, так, навскип, ну, масштаб, чтобы вы понимали. И можно сказать совершенно уверенно, что как бы Москва, Москва по-разному устроилась, более интенсивно, медленно интенсивно за эти, там, последние, скажем, 50 лет. Но прирост был примерно устойчивый, как в 90-е, как в 2000-е, как в 80-е, 70-е, и вот не меняется он. Либо, если город строится мало, и мало жилья строится, люди живут теснее и неудобнее. Строится больше, людям комфортнее. Но Москва растет независимо, нет реновации. Вот у нас жилья так много, как в 80-е годы, не строилось никогда, например, и сейчас не строится столько, сколько строилось в 80-е. Но Москва становилась плотнее все равно с тем ритмом, с которым становилось, независимо от объема стройки. Плюс, если взять программу реновации, предусматривающую расстеление в своем районе, в первую очередь. Я об этом знаю, в законе прописано. Возможность докупки метров, а многие хотят докупать метры, дополнительные квартиры, расстеляться не то, что город предлагает, а дополнительно брать тоже в своем районе. И это большой процент. Мы видим, что цифры роста населения вообще небольшие. То есть мы говорим о том, что в районе будет жить 2-3, может быть, процента. Может быть, тут 10% населения, если прям там много накопится. Просто люди начнут жить свободнее в нем. То есть не о каких-то увеличениях, то, что мы слышим страшилки, я всякие видел там в соцсетях, что в 2 раза будет больше людей, в 3 – это просто, ну, бред. Москва все равно, больше всего вам скажу, если даже реализовать всю программу реновации, нам жилья придется, придется строить еще дополнительно больше, помимо реновации, страхи про увеличение плотности отсюда, болезни, коронавируса – это все полная ерунда, что Москва увеличивается все равно своим ритмом уже много десятилетий, одинаковым, независимо от того, что город строит. И при том, что люди все равно расселяются по своему району, по закону по реновации, переселяют там же, и могут докупить они жилье там же, и докупать, видимо, будут, и сейчас мы это видим, то мы видим рост населения совершенно незначительный в районах. И просто значительное при этом увеличение комфортности, то есть, опять же, обеспечение метражера. Поэтому тут все эти страхи совершенно необоснованы. Это, на самом деле, в общем, вполне себе нормализация такая территория. И реновация, конечно же, будет создавать более комфортную среду, но не будет создавать уплотнение населения. Это тезис, на который можно смело опираться, я в нем уверен, наблюдая, опять же, и зная проект изнутри. Я просто хотел добавить два слова. То, о чем вообще как-то говорится мало, и в этой передаче тоже, то, что связано с явлением на рынках, то, что можно ожидать после коронавируса. Я бы как раз искал не в жилье изменений и насчет человейников, а то, что может повлиять, во-первых, как раз человейников, скорее, может быть, больше, потому что, опять же, коллеги Сергея Александрович говорил про падение цен, и понятно, что люди будут искать более дешевый продукт, а это как раз человейники пресловутые, к сожалению. Но я думаю, что интересно будет понаблюдать за рынком офисов, например, потому что люди сейчас интенсивно осваивают, и компании осваивают, например, удаленные технологии, вот как мы сейчас с вами, да? Я думаю, что офисная недвижимость может просесть, потому что просто люди сейчас распустят на карантин штаты, а обратно может собирать их не буду, скажут, что так все нормально работает, зачем нам арендовать офис, например. Вот. То есть есть такие функции. Про благоустройство, согласен Сергею Александровичу, тоже запрос, я уверен, будет нарастать только в связи с этими вирусными явлениями. У меня недавно был интересный вопрос с журналистами насчет дизайна тюрем, кстати говоря, и я считаю, что то, что может измениться, так это вот это, например. Потому что сейчас многие на своей шкуре испытают, что лишение свободы уже страшно само по себе, без всяких спецэффектов вот этих вот из страшных фильмов про жутких уголовников, там, парашу и антисанитарию, и страшных охранников. То есть, например, вот такие вещи мы можем увидеть, меняющиеся после коронавируса, просто потому, что общественное мнение и мнение властей будет дрейфовать в связи с тем, что они переживут за этот период. Оно как раз, я бы не ожидал о том, что люди начнут расселяться в отдельные дома, просто потому, что нет для этого вообще предпосылок никаких. Это очень дорого, это невыгодно девелоперам, это дорого для людей, это невыгодно городу, потому что он не обеспечит всех социальной и инженерной инфраструктурой. И как раз я ожидаю, если говорить о трендах, то скорее наоборот, еще плотнее строить, потому что еще мельче квартиры, еще дешевле продукты. То есть, удешевление любого продукта на рынке, не только недвижимости, а вообще, видимо, то, что мы увидим еще на годы после неизбежного экономического падения вслед за вирусом. Да, на самом деле, я тут отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь с Сергеем Олеговичем. Почему? Ну, вот опыт работы на удаленке, так сказать, и мне же это тоже интересно, так сказать, вообще, нужны ли будут людям офисы, нужны ли людям будут квартиры, какие в связи с этим. Но опыт работы на удаленке показывает, что разграничить, как бы, так сказать, рабочее и личное пространство, а главное время, очень сложно. Все это начинает, так сказать, в какую-то кашу, так сказать, превращаться у людей, как бы, что порождает, ну, даже, так сказать, ну, скажем так, стрессы. И большинству людей, на самом деле, нравится ездить на работу, и нужно вообще это, чтобы вот переключаться, вот это была работа, вот это дом, чтобы, так сказать, не знаю, там, думаю, что достаточно сложно даже с любимым человеком в четырех там стенах проводить все это время, так сказать, дети там и так далее, которые могут отвлекать от работы и так далее. Ты можешь поссориться с женой, это отразиться на коллегах, тебя может что-то случиться с коллегами, это отразиться как бы на твоем общении там с родными и близкими. И это, в общем-то, все по большому счету вредно. И опыт, опять-таки, показывает, что скорость и качество работы на удаленке падает. Ну, вот, как я это вижу у себя, я общаюсь с своими, так сказать, коллегами, которые в разных отраслях работают, это действительно так. Поэтому я лично считаю, что спрос на работу в офисе практически не изменится. Конечно, и поэтому, как бы, жилье рядом с работой, ну, в общем, как правило, это, значит, ближе к центру, будет востребовано. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, появятся, наверное, какие-то люди, которые как бы распробуют все плюсы работы на удаленке. Вот это как бы те минусы, о которых я рассказал, как бы для них будут менее значимы, чем тот минус, что надо тратить какое-то время на работу. Есть, в конце концов, вообще интроверты, которые не хотят таких коллег видеть, живут там в одиночестве, так сказать, там, ни с кем там и так далее. Понятно, что для них это востребовано. Ну, не только речь об интроверты, безусловно, распробуемый штат или другой. Поэтому какое-то изменение будет, да, наверное, как бы там спрос на офисы упадет просто из-за падения экономики, о чем уже говорили. Это как бы гораздо больше, говоря, чем падение спроса, чем по жилью, потому что, ну, как бы, на жилье люди у нас всегда с традиционно находят деньги и не всегда считают некой такой экономической выгодой. Это эмоциональная вещь, да, как бы приобретение офиса, аренда офиса. Совсем не эмоциональная вещь. Это более счетная штука. Ну, менее эмоциональная. Поэтому, наверное, спрос на жилье тоже может измениться. В каком плане, что люди будут думать, окей, хорошо, пусть я буду жить там подальше от центра, подальше от работы. Буду там, не знаю, приезжать в офис раз в неделю, а в остальное время работать на доленке. Но зато у меня будут какая-то, какие-то плюсы, там, река рядом, рядом с паркой, парком, рядом с лесом и так далее, и так далее. И еще, что мне кажется, возможно вполне, да, что люди захотят себя, как бы, иметь в квартире, ну, судя по нашим участникам, у всех есть где-то дома какое-то место, где можно поработать, как бы, где никто не будет мешать. Но мы со своим понимаем, что это не так, и люди будут иметь, как бы, захотят иметь какой-то закуток, уголок, шесть каких-нибудь, не знаю, квадратных метров изолированных, пусть даже без окна, но где-то человек может сесть, там, не знаю. Ну, в советское время это часто был туалет, да, вот я, вы же помните, наверное, да, очень многих таких, это, рукастых мужиков за унитазом была устроена такая мастерская, да, там был какой-нибудь станочек маленький, инструменты были собраны. Я это часто очень видел в своем брежневском детстве, вы думаете, вот такие зоны появятся снова, да, гараж, да, такой гараж. Только вместо, там, водки, ну, хобби-рум, да, это так вот, есть понятие хобби-рум, мы вот сейчас как бы продумываем из своих домов, да, как бы, без всякого коронавируса, но понятный какой-то закуточек, где-то можешь отделить хотя бы часть комнаты, более-менее звуконепроницаемый. Александр, можно все-таки вам передать слово, вы много занимаетесь коворкингами, куливингами, во многом пионер, да, на рынке во многих проектах, что вы, что вот этот сегмент, собственно, рынка недвижимости ждет, да, мы понимаем, что офисы очень сильно пострадают, потому что, действительно, какая-то часть, наверное, бизнес-процессов перейдет в онлайн, что будет с коворкингами, ну и куливингами, товесок. Пионером, может быть, я в России являюсь, наверное, являюсь. Да. Десять лет назад начали арендное жилье делать в Америке, в пригородах, кстати говоря, один из первых был в Юстоне, и там нету в центральной части городов, домов с фитнозалами, а вот в пригородах, да, там это присутствует. Там в пригородах офигенная аэстроструктура, школы, там все есть. Мы сейчас начали строить куливинг в Дубае, волей судеб так получилось, что у меня здесь учатся в Англии, я неделю провожу в Москве, неделю в Лондоне, вот сейчас я из Лондона, извиняйте, ну вот здесь застрял. Так вот, в Лондоне система дорог на порядок хуже, чем в Москве. спасибо сейчас коллегам из правительства, что они взяли лучший опыт мировой, и то, что сейчас Сергей Кузнецов повышает плотность. Коллеги, это нормальное явление, мы здесь, слава богу, будет коронавирус повторяться или нет, никуда не денемся, люди повышают плотность, это не только энергоэффективность, молодежь любит жить плотно и вместе, а на Манхэттене за последние 20 лет площадь квартирки, квартиры нельзя назвать, квартирки, с 35 до 25 метров уменьшилась, и там молодежь в основном живет, а приличные люди на вертолетах летают в Лок-Айленд, в пригород, а неприличные люди, ну, по точки зрения там американских синие воротнички, они все равно семейные во многом ездят в пригород, потому что там дешевле, чем на Манхэттене, не жить, и они ездят в небольшие, на самом деле, или домики, или же они ездят в мультифэмили, которые двух-трехэтажные, но, да, уже с фитнес-клубом, с бассейном, ну, там дешевле, на самом деле, намного, чем жить в центре, но молодежь рвется в центр, им нужна давка, им нужна дискотека, им нужна активность, и в этом отношении к ливинге сейчас, я думаю, что в следующее десятилетие просто будут сумасшедшим образом вот расти, как грибы, и будут где-то повторять то, что происходило с кавокингами, вот в 2008 году случилось, что кризис и гибкие офисы, и вот то, что можно увеличить команду, снизить, agile форматы стали так популярны, и там же не open space, это же мини-офисы, тим, там на 2-4 человеческие кабинеты, они как раз защищают от возможности заразиться, так вот, на сегодняшний день к ливингу идут в этом направлении очень мощные, возможность взаимодействия в 5 мероприятий в день, конечно же, здорово, а мы сейчас в Петербурге этим летом первый к ливингу открываем, дай бог, в Москве сейчас начнем строить, рвемся и ищем место, возможности, в основном, хотим старое какое-нибудь офисное здание как раз преобразовать. А это что-то типа общежития, да, по-русски, если говорить? Если назвать, что Макдональдс это столовка, ну, окей, но на самом деле там есть два основных аспекта. Первое, это жилье как сервис, ты въезжаешь в, это мини-ливинг, например, Old Oak три года назад первый проект компании The Collective, сейчас она строит по всему миру, это 12 метров комнатушка, маленькая совсем, со своим санузлом обязательно, мидженник и чинет, маленькая кухонка совсем, при входе обычно на две комнаты и много пространства общественных, но это у тебя уборка включена, интернет включен, фитнес-зал включен, кавокинг 50% оплаты в этом же здании, там же по пространствам небольшие для того, чтобы можно было на каждом этаже кухонка, есть общий кинозал, это как качественная трехзвездочная гостиница, ты перестаешь, ты берешь вюкзачок, заезжаешь туда, у тебя зубная щетка ждет тебя в бане, тебе не надо покупать ни наволочки, не задумываться о каком-то еще, это вот жизнь как сервис, ну вот ты получаешь полный сервис. Второй аспект это наличие массовиков-затейников, ну это по-нашему, там вот здесь, собственно, называется это эвак-менеджеры, это постоянные походы в театры, совместные какие-то мероприятия, просмотры фильмов, пробежки, велоактивности. Своего рода консьерж такой, да? Молодежный консьерж. Только не индивидуальный, а вот, собственно говоря, мы все вместе сегодня утром бежим, ну и, соответственно, кто хочет, бежит, кто не хочет, ну не бежит, сегодня мы идем все музеи, ну вот, собственно говоря, идем, дальше обсуждаем, возвращаемся дома, ну дома, в Калилинге, в барчике, под бокал вина, обсуждаем, что увидели. Парень, который прожил два года в квартирке в Лондоне, а сам он из Германии переехал, а потом четыре месяца прожил в Калилинге, сказал, я за четыре месяца узнал о Лондоне больше, чем за предыдущие два года. Эванты, мероприятия, общение, это вот здорово. Офисы. В 2009 году компания IBM принимает решение, что почти 400 тысяч человек по всему миру переводят на удаленку. Через пять лет она принимает решение, что она возвращает людей с удаленки, поэтому она заработала два миллиарда долларов на то, что продала недвижимость, а потом, соответственно, стала ее снова покупать, потому что на 40% выяснилось, упала креативность, люди на удаленке не могут даже креативить идеи, упала продуктивность, люди отвлекались, и вся эффективность IBM, собственно говоря, по IBM пошла вниз. Они срочно, через пять лет, возвращали людей. Эта ситуация не только с IBM, такая же ситуация с Yahoo, Best Buy, то есть компании на Западе уже это попробовали. Поэтому, ребят, ну да, если я стартап, возможно работать дома. И, конечно же, сейчас появятся эти аспекты. Но даже стартап, мы же Coworking Grow Up развиваем, ребята могли и вчера еще работать дома, они же приходят со своим ноутбуком, но им атмосфера важна. Почитать книгу в библиотеке, потанцевать на дискотеке, и тебя общая энергия заряжает. Ты приходишь в Coworking, и ты работаешь там, потому что и остальные вокруг тебя работают, они болту гоняют. А дома у тебя атмосфера, которая приводит к тому, что ты нацеливаешься на отдых. Я много работаю дома, когда в Лондоне, и в результате периодически я начинаю забывать, что я дома, и начинаю выходить из семьи и общаться таким же голосом, как начальника. И это жутко, мне из-за этого семья иногда по голове будет, ты правильно делаешь, возвращай обратно, что ты дома все-таки. Я на третьем этаже сейчас, скорее, в споречнике у себя. Вот я отсюда выхожу, и там, собственно говоря, должен быть другим. Но если у меня есть комната только там одна, которая и спальня, и рабочий кабинет, это взрыв мозга. Я жил в 13-комнатной коммунальной квартире, и помню, есть нюансы. У нас было 35 человек в квартире в коммуналке в Петербурге. Следующий аспект. То, что произойдет деурбанизация, очень похоже. Здесь в Лондоне сейчас огромная проблема дома престарелых. Ту смерть, с которой вы видите, она во многом из-за этого. К сожалению, обслуживающий персонал занес в дома престарелых в Лондоне эту заразу. И это страшно. Потому что в доме престарелых она распространилась мощным, меньшим образом. И вот то, что дома престарелых убирать из центральной части и делать большие территории, вот это сейчас похоже, что будет делаться не только в Лондоне, по всему миру. Потому что общение для ребят постарше, разумеется, нужно. А то, что произошло, это большая трагедия. Это не только в Англии произошло. В целом, медицинская система домов престарелых показала свою слабость по всему миру. Россия пока мало развита, но мы же ее развиваем. И это страшная штука. Вот, собственно говоря, то, что будут переезжать старики из центральной части городов, похоже, что это, наверное, произойдет. То есть это изменение очень прохоже, что оно на самом деле будет. И в этом отношении и урбанизация произойдет. С учебой студенты учиться удаленно не могут. Им нужно между собой тусовать, общаться. Ну и студентхаузинг, общежития студенческих, все равно они между собой тусуются. И то, что они в университеты не ходят, ну как-то это немножко странно. Вы знаете, что сейчас большинство стран уже возвращает, ну и большинство, многие страны возвращают в первую очередь детей обратно обучаться. И, конечно же, на удаленке эффективность обучения очень существенно снижается. Мы все родители, мы знаем, как это все плохо. На самом деле, когда ребенок уходил в школу, это была как-то возможность поработать. А тут, соответственно, еще и он рядом. Ну вот, слава богу, сейчас не врывается, а ведь может. Потому что и что касается пригородной жизни, я предполагаю, что так же, как во всех странах, мы в России это тоже увидим. Как только у нас появятся нормальные, точнее, хорошие, офигенные школы, вот это в первую очередь, мы как родители подтянемся за город. Потому что вот в Англии очень плохая коммуникация. На машине мне в центр города из Вимблдона ехать обычно около часа с небольшим. Сейчас могу заехать до 20 минут, потому что нет ни пробок и пустые улицы. А на поезде обычно езжу. Это 15 минут, и это очень удобно. Что касается детей, то мы живем здесь, потому что здесь очень хорошая школа. И большинство тех, кто живет в Британии, они живут не там, где они работают. Это какой-то вот такой псих лондонцев, товарищ британцев. Да и в Америке примерно то же самое. А там, где сын поступил в школу, там офигенные конкурсы. И вот в хорошей школе мы переезжаем туда и живем рядом с этим местом. А уж как мне добираться до работы, это моя проблема папы. Поэтому, то, что касается пригородных школ, я предполагаю, если в Новой Москве они на самом деле будут очень хорошие, это возможность вот семейным людям жить на природе, здоровье детей, активности. очень важно же, собственно говоря, вот эти наличие больших площадок для детей спорта, поэтому хорошую школу вот в понимании европейца сделать в центре города тяжело. Если она в центре города, то это означает, что на автобусе они тратят час времени на то, чтобы проехать куда-то для стадиона и потом обратно. Это тоже не очень удобно, так мягко скажем. Поэтому, коллеги, изменения, конечно же, будут, но они, мне кажется, будут продолжением того, что еще было вчера. Вот просто диджитал, мы сейчас все в нем, и сейчас мы в нем, он ворвался в нашу жизнь, и он, конечно же, нас еще больше захватит. Спасибо, Гриша. Я хотел, мы вот во всей этой компании, мы с тобой самые безответственные люди, потому что мы не работаем на государство, мы не занимаемся бизнесом, в общем, свободы художники. Как ты считаешь, как бы хотелось, чтобы развивался наш город, вообще крупные города в мире? Я не могу сказать, что должна быть, ну вот коллеги, как бы настроены на то, что, в общем, никакой альтернативы не нужно, а, ну, все правильно шло, надо пересидеть. Ну, понятно. Не радует их убежденность. Это показывает, что, ну, да, это путь более-менее правильный. С другой стороны, я, правда, опасаюсь того, что, ну, дальше, когда мы, так сказать, выйдем за пределы профессионального круга, окажется, что люди нам начнут говорить, вы опять то же самое, вы что-то такое, у нас тут мы так сидели, так было плохо, а вы вообще никаких уроков, ничего не забыли, ничего не научились. И эта оппозиция, она, в общем, в принципе, возможна. Ну, если говорить о каких-то, ну, больших, там, проколах, которые мы там понимаем, ну, что не удалось сделать, ну, вот Сергей много говорил про инновацию, очень, так сказать, позитивно, ну, если говорить об общепланировочных решениях, да, там, высота домов, там, то при условии тех норм, которые у нас есть, это, наверное, правильно. Если говорить о качестве архитектурных проектов, то того уровня, который он же достигал на конкурсе, когда показывались проекты, абсолютно не удалось достичь, мы просто опустились ниже на один уровень, и это другая продукция, другого уровня. Поэтому, когда мы начинаем говорить о домах с барной стойкой, с кабинетом, с лаунжем и так далее, то, ну, это, вот в этой-то как раз группе, мне кажется, что, ну, реально альтернатива может быть особняк вообще-то за городом. Ну, это дорогая вещь, и тут, как бы, это люксовый спрос, это такой довольно узкий, узкий вещь. А если говорить о массовой застройке, то я бы, наверное, ну, хотел, чтобы мы строили дома дороже и, может быть, меньше. То есть, мне кажется, что вот ситуация того, что мы там, ну, да, мы на один процент в год растем, ну, а что в этом хорошем? Значит, как бы, всю Россию хотим в Москву переселить? Ну, да, у нас такой спрос понятный, но, в принципе, вот эти дома по реновации, они могли бы по качеству, ну, создать новый город, новый центр, вот там вот на перепери. Это не получилось. То есть, вернее, как пространство получилось, когда ты сможешь на это издалека, то да, это, конечно, другая застройка. При ближайшем рассмотрении нет, это не другой уровень. Это вот первое. Что же касается, ну, тех выводов, которые вот возникают после эпидемии, ну, понимаете, все-таки вопрос о полицентризме, то есть вообще о возможности какой-то общественной жизни на периферии, он встает у нас очень остро. То есть, ну, понимаете, вот при пешеходном общении мы действительно резко сокращаем эту возможность этих зараз, да, то есть, а когда у нас метро и общественный транспорт, это катастрофа, это главный источник заражения, понятно. И когда мы смотрим, ну, а, собственно, что у нас на периферии выполняет роль этих центров? Вот то, о чем мы пока как бы не поговорили, но это же очевидно, это большие торговые комплексы, когда мы, собственно, всю городскую жизнь там заняли в одно большое здание и, так сказать, пожалуйста, вот, ну, это очень эффективно экономически было, не знаю, дальше будет или нет, там есть какие-то другие тенденции в Америке, но так или иначе, пока это был главный способ, так сказать, компенсации отсутствия городской среды, выстроить ее в отдельно взятых зданиях. Но это главный источник заражения. Если так в целом, то мы хорошо понимаем, что делать с центральной частью города и уже очень много сделали. Мы, в общем-то, хотели бы довести качество в спальных индустриальных районах до качества центра, но не знаем, как это делать, то есть пока это не получилось. И у нас есть гигантская периферия спальных районов для наших мегаполисов, которые, которые по качеству жизни не сопоставимы с, ну, так сказать, современными нормами. Это касается и размеров квартиры, и количества домов, и придомовых территорий, и так далее. И что с ними делать, это для нас до некоторой степени такой вызов, который, ну, интересный. Ну, вот там и Сергей, и второй Сергей оба работают над этим, да, но, в принципе, многие над этим работают, но нельзя сказать, что мы знаем, как это делать. Это вызов. Сергей, будут у нас сады, Сергей Олегович, на кровлях домов? Да, я с интересом слушал Григория, но, понимаете, у нас еще очень много пространства для роста, и прыгнуть, к сожалению, с десятилетиями складывающейся индустрии и физически в виде производств массового жилья, просто технологий, которые накатывались, и то, что происходило и в нормативах, тоже таким же накопительным, то, что происходило в головах людей, перепрыгнуть в лучшие международные практики реально очень сложно, потому что тут мало того, чтобы, например, там, я лично, например, это знал, или даже команда, которая со мной работала, или группа экспертов, которые дают советы или критикуют нас. Тут намного более длинный, во-первых, да, и, например, использование пространства кровель, которое прекрасно реализовано на многих городах, например, в том же Нью-Йорке или в Берлине, я сам об этом там часто и говорил, задумывался, как бы это сделать, но, опять же, наталкивается, потому что, например, сегодня это был бы большой ресурс при изоляции, например, возможность на кровле бывать и что-то там делать, вот, и многие кровли оборудованы во многих городах очень классно, здорово там, провести время на воздухе и прочее. У нас пока нет тоже, сейчас не буду вдаваться в причины, почему нет, но есть свои там сложности с тем, кто этими кровлями может пользоваться, что-то можно сделать и прочее, опять же, пожарные нормативы и все в таком духе. В общем, я могу сказать, что если, пока, к сожалению, мы, если сравниваем себя с лучшими практиками, действительно, есть куда расти, хотя есть, где я считаю, что мы и здорово движемся. Если сравнивать себя вопрос вот там, получается ли новый город на конкурсе по реновации качества, конечно, мы старались максимальное качество выжать на конкурсных проектах, какие-то вещи пришлось корректировать, потому что экономика и реалии такие жесткие внесли свои коррективы, в общем, часто не в лучшую сторону, хотя я считаю, что если сравнивать эти районы с теми, что были из пятиэтажек, мы улучшаемся значительно, в разы. Если сравнивать, если бы мы делали в чистом поле, при отсутствии наших сложных норматив, как я много раз говорил, это, конечно, совсем не тот идеал, который хотелось бы получить. Но вся жизнь стоит из поиска компромиссов, я считаю, мы делаем огромный шаг вперед, дай бог, следующие, кто просто надо будет работать, коллеги, сделают еще шаг вперед и будет совсем хорошо. Ну, делаем, насколько получается. Я считаю, что мы делаем большой шаг. Тем более, выводы делать рано, еще построено немного, а то, что построена, пока это инерция того, что было заготовлено там еще до всех этих программ. Например, 305-го постановления 2015-го года, где мы стандартные массовые застройки жилой изменили, так что у нас старые панели больше в городе не строятся, а строятся вообще другого уровня. Качество жилье, именно массового производства, когда строится из панели. Вот, так что я уверен, что будет, да, отвечая на ваш вопрос, будут и крыши осваиваться, и сады там будут появляться. Но если не сады, то хотя бы нормальные обитаемые кровли, это хорошо, важно и несложно, кстати, сделать. Но надо просто понимать, открываем за очень короткий срок гигантское в этом плане отставание и ментальное, технологическое и нормативное. Это вот три таких столпа, на которых это отставание базируется. К сожалению, именно превращение Москвы в город с точки зрения модности, комфорта и удобства всех-всех вот таких деталей, типа, не знаю, лучших городов, там, не знаю, к которым я отношу и Лондон тот же, и Берлин, например, или там Барселону, или даже Нью-Йорк. Не даже, а может быть даже в первую очередь. Поэтому нам есть куда двигаться, но мы движемся, и я считаю, многие вещи и проекты удаются, и удаются хорошо, и получают и отличную прессу, и награды международные, и внимание международное. Поэтому я уверен, что да, все будет. Чем мы больше будем все вместе, сообща, вот здесь, например, присутствующие в этой конференции сегодняшней, на эти цели работать, тем это будущее наступит быстрее. Очень важный аспект, когда мы строим, особенно за счет государства, это будущая стоимость эксплуатации. На этом уже многие, кто погорел, как бы Корбюзье, Монреаль, его дом, крыша, которая должна быть садом, внутри галереи, которая должна быть общественным пространством, эконом-дом, жители не выдержали затрат на эксплуатацию, нету ни галереи, ни хровли с садами, просто на это не хватает денег. Поэтому это крайне важный аспект. После войны фактически вся Европа застраивается панелем, потому что не хватает метров для жилья. И там никаких нету ни фитнес-залов, ничего. И только там где-то уже в 90-е начинаются полуявляться фитнес-залы, и сейчас мы не можем делать поселок, например, там в Америке, без небольшого фитнес-зала, без общественных зон, без бассейна, потому что у нас не будет жителей, это уже стандарт жизни. Но извините, там площадь на одного человека 40 с лишним метров. Как следствие, на сегодняшний день уже были даже ситуации, когда, например, в Швеции, под Стокгольмом сносились старый дом, строился новый, с большими площадями, с садами, со всем этим. Люди не заезжали, потому что стоимость эксплуатации, затраты, даже социальное жилье, просто компенсировать эту стоимость, они были не готовы. Они готовы были жить в худших условиях, но не платить. Для них эти копейки, они важны. У них не хватает деньги на эксплуатацию. Поэтому, коллеги, когда мы говорим о том, что нужно делать сада на крышах, вопрос, кто за это будет платить. Мы же в Рыжи. Вот это очень важный аспект. На самом деле, я хочу сказать, что, по крайней мере, мы в своих домах, понятно, что это некомфортный эконом, делаем уже эксплуатируемые кровли. Другой вопрос, что они действительно оказываются в частной собственности, и это не общественное пространство, потому что житель пентхауса не хочет, чтобы кто-то топал ногами над его кровлей, а вот сам он готов. И он сам готов за это платить, за всю эту эксплуатацию, что просто житель, который, зачем ему подниматься на кровлю, когда у него есть благоустроенный двор, в нашем случае, по крайней мере, так, он, конечно, за это платить не готов. Но в рекоре там в общественных пространствах, он же призывает сделать городу и потом, соответственно, жителям оплачивать, а у них на это денег может не хватить. Понятно. Но городу что важно? Чтобы там была зелень, чтобы это, в конце концов, улучшало каким-то образом экологию, это дает, в том числе, если это в частной собственности. Ну, понятно, что все хотят ничего не платить, но все иметь. Это абсолютно не новая история. Каждый сталкивается в своей жизни постоянно с этим. И, опять-таки, что касается всяких общественных пространств, там, лобби-баров и так далее, это все вполне можно сделать. И в домах бизнес-класса мы, по крайней мере, это делаем. Это какой-то миф, что это очень дорого. Зависит, конечно, от размера дома. А дальше, конечно, каждый девелопер сам считает себе экономику, считает, что нужно его клиенту. Я тут закончил. Клиенту это возможно, хотя это эконом-класс. Друзья, ну, понятно, что, в общем, хорошее жилье будет стоить всегда очень дорого. Мы сейчас все-таки начали фантазировать, и я попросил Гришу пофантазировать. Сергей Олегович вернул нас на землю, а вы опять нас прямо совсем возвращаете куда-то совсем на землю. Ну, во-первых, хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина. Во-вторых, вас за очень интересный содержательный разговор. Большое вам спасибо. Не болейте, будьте здоровы. Надеюсь, скоро все увидимся в реале. Это был Forbes Карантин. Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал на YouTube Forbes Russia. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok